короче мне тут по случаю досталась вот такая штука мембрана сейчас одну уберем а вторую будем ставить ставится она вот сюда вот ну я чуть подозреваешь там какие-то проблемы потому что он масло кругом хотя в принципе масло его там тоже откуда-то набралось ну это потом будем разбираться сейчас попробуем вот с этим поехали итак смотрите мы и вскрыли это я уже крестик нарисовал такой думаю почему она белая это она здесь так выглядит а вот так она выглядит внутри но мембрана я сейчас все равно буду менять потому что мне кажется что она дефектная хотя может быть и ошибаюсь нет она была целая я еще промою и посмотрю насколько она целая пока мы открываем и теперь мы ее сюда засаживаем проверяем она не падает идем ставить на место чик так посмотрим что изменилось но по факту наверное ничего не поменяется привет а слага пачка Вот проблемы. В итоге такую трубку не нашел, но нашел пластмассовую. В принципе села она хорошо, вот теперь подсасывать воздух точно не будет, вот максимум, что вот может быть вот здесь вот, и сейчас мы попробуем что-нибудь порешать. А вот почему оттуда масло бежит, пока к сожалению не знаю, чуть позже разберусь. И вот здесь вот тоже, тут бы конечно пару хомутиков поставить, но это со временем. Так, ладно, сейчас попробуем завести и посмотреть, что у нас получилось с этим делом. Сейчас заведем, и я вам свои ощущения скажу, что-то изменилось, не изменилось, или так это все. Ну вот пока на прогреве, вот обороты падают. Блин, по мне так они дергаются, ну вот здесь сейчас посмотрим. просто я не знаю, как это должно вообще работать. Ну, в общем, короче, вот так вот не могу сказать, надо будет немножко поездить, и уже тогда вынесу свой вердикт, скажу, что получилось, что не получилось. Пока на этом все. А знаете, что изменилось? Прием у машины изменился, она стала такая более шустрая. И это всего лишь один патрубок. Ну, трубочку вот эту поменял я, и все. Просто прекрасно стало ехать. Друзья, всем привет! Тут с Алиэкспресс пришла посылочка, и мы с вами сейчас ее вскроем. Тут некоторые приблуды для автомобиля пришли. Сразу две. Раз и два. Так, первое. Остаток бака ноль. Бля, это вонючки. Это вонючки. А заказывал я совсем другое. Ладно. Первое меня расстроила посылка. Конкретно. Не собирался я никакие вонючки покупать. Ой, китайцы, китайцы, блин. Забавные, конечно, чуваки. О! А вот это я уже заказывал. Хоп-хоп. Хоп. Хоп. Нужна батарейка. Так. Отлично. Нежданно-негаданно нашли. 3ААА. Прекрасно. Тут решил ВАЗик поставить датчик температуры, который будет и улицу измерять, и часы тут даже есть. То, что в салоне. Вот. И, соответственно, как обычно, сначала я все сделал, а потом решил такой, блин, а чего же я не снял-то? Короче, по факту показываю, что получилось. Здесь я его на двухсторонний скотч приклеил. Вот так вот пропустил сюда проводочек. Дальше он пошел вот по этому жгуту. И тут он выходит вниз туда, там где патрубки. По патрубку он у меня проходит внутрь капота. вот там вот можно его заметить. Вон он проходит, нижний патрубок. Потом выходит сюда вот наверх. Здесь я его вот так вот через уплотнитель провел. и он у меня получается, что болтается вот здесь вот в крыле. Почему я так решил сделать? А не как приятель, который мне посоветовал. А у него он стоит в зеркале. И я считаю, что зеркало будет нагреваться. Вот. И еще он сам говорил, что когда окно открываешь, когда он курит, то вот он, видите, вот он выходит. Это вот датчик. Вот. То он у него неправильно показывает, когда окно открыто. Я решил это избежать. И поэтому вывел туда в крыло. Насколько это эффективно будет работать, пока не знаю. Но посмотрим, в общем. Если что, скажу. Шляпу я сделал. Или наоборот. Блин, ништяк получилось. Вот. Пока все. Сейчас будем собирать. Ну и, в принципе, процесс сборки вас не интересует. Потому что, ну, я делаю, как и обычно. Один прикрутил, второй прикрутил бардачок. Все на место поставил. И на этом все. Еще вот я, видите, вот тут вот делаю прикуриватель. Я хочу, чтобы там внутри бардачка был прикуриватель. Чтобы вот тот тройник, который на торпеде лежит, здесь был и не мешался. А то он здесь вот торчит и, блин, мешается. Вот. Так что, пока все. Пошел процесс сборки. Леха, кстати, хороший мужик, который посоветовал купить мне вот этот уазик. Вот. Поэтому, если что, скажите ему спасибо большое. Потом видео увидишь. Плюс ко всему я поставил антенку. Пока я ее не подключал, потом рацию воткнул. Будет она висеть вот так вот. Болтики тут смазал. Сейчас повешу запасное колесо. Вот. И, видите, вот там сквозное отверстие. Вот это сквозное отверстие. Вот такая вот штука одевается. Сейчас я начну собирать. И вот там она закручивается. Вот там барашек лежит. И покажу, как это все собирается. Так, колесико прикрутили. С этой стороны у нас выглядит это вот так вот. Проводочек пока кинул вот так вот. И дальше мы берем вот эту штучку. Вот так вот вставляем. Видите, они болтики закрыли. Теперь идем с другой стороны. Берем вот такой барашек. Вот. И вот так вот. Вот. Все. Закрутили. И у вас теперь запаску никто не свистнет. Ой, провалился. А это закрывается вот такими пистончиками. Все. Сейчас мы инструмент весь сложим на место. И пойдем искать. Почему у нас свет в салоне пропал. Так.